Купленные билеты и маски на лице сохраняете до конца поездки. Выйти из транспорта раньше времени, сейчас, во время противоэпидемических мер, можно не только не оплатив проезд, но и не имея на себе простого защитного средства. Ежедневно специалисты профильного департамента, представители транспортных компаний, полицейские проверяют соблюдение масочного режима во всех видах городского транспорта. Нарушителям предлагают либо надеть маску, либо покинуть салон. В особых случаях выписывают штраф. Теперь мужчина пешком будет добираться либо до места назначения, либо до магазина, где можно приобрести маску. Если мы заходим в салон и видим, что кто-то не носит маску, отказывается ее надевать, говорит о том, что ему не указ постановления губернатора, он ничего не слышал про масочный режим, и знать этого не желает, то у нас в рейде участвуют также сотрудники полиции, которые уполномочены вставлять протоколы об административных правонарушениях. Соблюдение масочного режима обязанность не только пассажиров, но и сотрудников транспортных предприятий. Ведь они должны подавать пример, поэтому проверяющие особенно строги к ним. У нас работает горячая линия для пассажиров, на которую можно сообщить просьбу, обращение, жалобу. Мы реагируем оперативно. В соцсетях у нас работает сотрудник, поэтому мы открыты для обращения наших граждан. Масочный режим – это только часть комплексной работы по противодействию распространению коронавируса в транспорте. Подвижной состав ежедневно дезинфицируют, обеззараживают все контактные поверхности, а сотрудники транспортных компаний активно вакцинируются. Сейчас во многих фирмах-перевозчиках привито более 70% работников. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Максим Горгуленко, Максим Горгуленко, Максим Гусев. Максим Горгуленко, Максим Горгуленко, Максим Гусев.